Однажды вечером мы выходили из театра. После Гамлета. Мороз. На улице не души. Библиотекарь Александра Бублик каждый раз волнуется, когда читает книгу Марины Владе о Высоцком. Вспоминает, впервые услышала песни Барда, когда ей было 4 года. Сёстры купили проигрыватель, а с ним и пластинку. Хриплый баритон исполнял песню про аборигенов и Кука. Но потом, чем больше я его слушала, тем больше я влюблялась в песни. И село. Я не знала, телевидение было. Ну, какое раньше было телевидение. И для меня Высоцкий очень долгое время был жив. Любила Высоцкого. Любила, люблю и буду любить всегда. Творчество Высоцкого, оно настолько многогранное, разнообразное. Голос его неповторимый. Сколько бы после Высоцкого ни пели, ни изображали, ни подражали, Высоцкий остался Высоцким. Талантливый и многогранный он был успешен во всем. Он играл в театре, особенно удалась ему роль Гамлета. Снимался в кино. Образ Глеба Жеглова покорил не одно поколение. Писал как лирические песни, так и шуточные. В годовщину смерти поэта в библиотеке номер 9 провели «Бенефис». Читатели услышали записи песен Барда, его стихи, посмотрели отрывки из фильмов с Владимиром Высоцким. Сотрудники библиотеки говорят, дважды в год устраивают вечера памяти поэта. В годовщину рождения и смерти. Я родилась почти за 10 лет до его ухода, поэтому все мое детство, учитывая особенности моих родителей, которые очень любили музыку, и мы жили в Москве на Таганской улице, все мое детство пропитано его творчеством. Я просто выросла на этих песнях. Я пела их даже когда не умела читать. Для самого Барда Куйбышев был знаковым городом. В 1967 году здесь прошли первые в СССР публичные концерты Владимира Высоцкого в государственных залах. До этого он выступал только в неофициальной обстановке. В день похорона артиста площадь перед театром на Таганке была переполнена народом. Люди даже вставали на крыши, чтобы проститься со своим кумиром. Виктория Шарая, Валерий Майоров, События. Валерий Майоров, События.